Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос «Зачем нам чувство вины?». И при рассмотрении этого вопроса мы будем отталкиваться от текста из книги «Притч» 11 глава 23 стих и послания к Колоссянам 2 глава с 13 по 15 стих. Действительно, христианин – это человек, который пережил Божье прощение и даже Божье оправдание в таинстве крещения, в таинстве исповеди и в таинстве святого причастия, которое также совершается в оставлении грехов. И, казалось бы, чувство вины должно совершенно прекратиться, иначе оно может разорвать нас изнутри. Но есть некое иное отношение, некий иной взгляд на эту ситуацию, взгляд на нашу вину через факт Божьего прощения и даже оправдания. Прочитаем книгу «Притч» 11 глава 23 стих. «Желание праведных есть одно добро». Прощенные, оправданные, верующие люди ожидают блага вечной жизни. «Ожидание нечестивых – гнев». Действительно, они пребывают в ожидании чего-то, что может произойти ужасное с ними, даже если они неверующие, они боятся каких-то перемен, что зло, которое они совершили, оно рано или поздно нагонит их. Теперь мы прочитаем послание Колоссянам, 2 глава, 13 по 15 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в неопрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, то есть в таинстве крещения, вместе с Христом, простив нам все грехи, истребив учением, учением Евангелия, это учение о благодати, истребив учением бывшее нас рукописание, то есть обвинение закона, которое было против нас, и Он, Господь, взял Его, вот это обвинение против нас, весь этот компромат, который бесы накопили на нас, от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств, у властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Да, действительно, Господь совершил всецелое освобождение нас от нашей же прежней греховной жизни, потому что мы переживаем во Христе не просто прощение, не просто милость, а оправдание. Оправдание – это юридический термин, который означает «никогда не был виновен». Блаженной памяти митрополит Антоний Сурожский писал, «А вот сосредоточенность на своих грехах может быть и обратной стороной гордости. Ведь гордый человек как раз никого, кроме самого себя, не видит, и потому не может прийти к покаянию, к настоящему покаянию, потому что покаяние – это поворот от себя к Богу. И тут может произойти подмена. Чувство вины заменит чувство покаяния и духовного пути. То есть ложное чувство вины, как однажды в моей практике был случай, такая маленькая бабушка подошла и говорит, «Я великая грешница». Ну, я ее обнял, говорю, «Ну, не такая уж вы великая, вы маленькая бабушка». Поговорил с ней, побеседовал, сердце ее как-то так успокоилось. И в то же время, хотя чувство вины может ввергнуть душу в отчаяние, оно может и усилить благодарность Богу. Тут действует принцип, кому сколько прощено, тот столько и любит. Поэтому, как говорил Христос, первые в Царстве Божие идут блудницы, мытари и грешники, потому что им прощено нечто более чем значительное. Итак, с одной стороны, чувство вины закрывает нам будущее и превращает нас в таких самоедов, как раскаяние Иуды. Пошел и удавился. Это был акт самоедства. Вина как бы пригвождает нас к древу неизбежного страдания и наказания. Но так ли это должно быть на самом деле? Разве такие мысли не являются умолением за слуг Христа, Его пришествия, Его страданий, смерти и воскресения? В Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стих, Господь говорит, у Которого, кстати сказать, было чувство вины. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». А откуда мы видим, что у разбойника было чувство вины? В этом же Евангелии, в этой же главе, 23, 41 стих, мы слышим слова разбойника. Он говорит, «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он, то есть Христос, ничего худого не сделал». И вот святитель Иоанн Шанхайский в одной из своих проповедей он пишет, «Глядя на него, то есть на распятого рядом Христа, разбойник словно очнулся от глубокого сна. Ему ясно представилось различие между ним, Христом и им самим. Тот несомненный праведник, прощающий даже своим мучителям и молящийся за них Богу, которого называет своим отцом, Он же, то есть разбойник, убийца многих жертв, проливший кровь людей, не сделавших ему никакого зла. Взирая на висящего на древе, Он, разбойник, словно в зеркале увидел свое нравственное падение. Все лучшее, что таилось в нем, пробудилось и искало выхода. Он осознал свои грехи, понял, что к печальному концу привела его лишь собственная вина и винить ему некого. Посему злобное настроение против исполнителей казни, каковы бы не были эти мучения, все это не мешало ему, ведь рядом, по другую сторону, Христос, и он прощает. И он, разбойник, почувствовал страх грядущего над ним суда Божия. Отвратителен и ужасен стал для него грех. В душе он уже не был разбойником. В нем проснулись человеколюбие, милосердие, со страхом за участь своей души. В нем сочеталось отвращение к происходившему надругательству над невинным страдальцем. И вот мысль, которая возникает. Разбойник не вошел бы в райскую обитель, если бы забыл о том, что он творил. Он бы на кресте кричал бы, я не достоин этого. Нет. Он помнил, за что он страдает, и соглашался, что справедливо. Он вошел в рай именно потому, что не забыл, каким он был. Ибо его собственное состояние обнаруживало в нем неспособность спастись самостоятельно. И он возвал к Богу. Как к Богу взывал Давид из глубины и вазвах. Услышь меня, Господи. Вспоминать все это зло, которое я совершил в те годы, мне всего тяжелее. Весь этот кошмар, карамазовская грязь, все это было при отсутствии у меня христианской веры. Это из дневника Николая Евграфовича Пестова, профессора химика, духовного писателя, подвижника, тайного просветителя, обездоленной советской России. В молодости он был большевиком, комиссаром, служил в ЧК. участвовал в расстрелах. Но вот этот контраст, кем был и как пережил Божье прощение, оправдание, делало его более любящим Христа. Того Христа, который способен простить всякий грех. Как Христос и сам говорит, всякое слово, всякий грех простятся человеком, кроме холы на Дух Святаго. Потому что холы на Дух Святаго – это неверие в божественную любовь. И здесь человек просто отказывается от раскаяния, не считая его возможным и допустимым для себя. А как сокрушался о своем прошлом апостол Павел, уже будучи оправданным, уже ставший арфой Духа Святаго, как Павла называет Иоанн Златоуст. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодать Его Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша, при том мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, то есть Адама, так через человека, Христа Иисуса, и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Конечно, иногда мы полагаем как бы предел Божьему милосердию, особенно мы часто это делаем по отношению к другим людям, мы говорим. Вот Он такое натворил, Ему никогда Бог не простит этого. Но что интересно, при этом мы всегда находим оправдание для себя. Мы всегда находим извинения для себя. Начиная с времен Адама, когда Он сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Но смотрите, какие слова мы находим в первом послании к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Здесь говорится об ужасных грехах, слыша о которых мы ощущаем приступ брезгливости. Но что далее свидетельствует Писание? «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И мы не просто оправдались, мы пережили усыновление Бога Отцу. Послание Галатам, 3, 26. «Ибо все вы сыны Божие по вере во Христа Иисуса». То есть мы не просто прощенные, помилованные, мы оправданные, усыновленные Богом. И мы знаем, что Он воскрес из мертвых, и Он воскресит и нас. То есть мы совоскреснем с Ним. 2 Коринфянам, 4 глава, 14 по 18 стих. «Знаю, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, то есть духовный, со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном, при избытке, вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Господь не только совоскресит нас, Он и преобразит нас, то есть как Он в день преображения просиял, это ожидает и нас. И в послании филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих, апостол Павел так и пишет. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Нам трудно до конца перечислить эти блага, которые говорятся на страницах Священного Писания. Если вы думаете, что это относится только к каким-то особым избранникам, святым, вы ошибаетесь. В книге Откровения Анна Богослова сказано, «И видел я великое множество народа из всех племен, языков, они стояли в белоснежных одеждах, с пальмами, ветвями в руках, их было, как песок морской, их нельзя было сосчитать, золотыми венцами на головах, и восклицали спасение Богу нашему Ягнцу». И в послании Конфесянам вторая глава апостол Павел даже говорит, что Христос, он говорит, «благодатью вы спасены, что со Христом мы пережили духовное воскресение и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот что сделал для нас Бог Отец, совоскресил и уже посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо что такое Церковь, как не Его тело? А Он, глава этого тела, сидит, одеснуя Бога Отца в Его Царстве. И мы, Его тело, уже действием благодати посажены на небесах в нем и с ним. Ибо мы кто-то и что-то в нем мы с ним, и мы никто и ничто без него. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос о вине и выяснили, что то чувство вины, которое ввергает человека в уныние, отчаяние, это ложное чувство. А то чувство, которое усиливает любовь, мы помним, какими мы были и знаем, от чего Христос нас избавил. И от этого благодарность и любовь к Нему возрастает. Это воспоминание имеет основание быть. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...